Ещё до встречи Мой милый, если б не было войны Мой милый, если б не была войны Наверно, я до срока стала старой А только в этом нет твоей вины Какой бы мы красивой были парой Мой милый, если б не было войны Мой милый, если б не была войны Милая Тонечка Я не знаю, прочитаешь ты когда-нибудь эти строки Но я твёрдо знаю, что это последнее моё письмо Наш танк подбит Кругом нас фашист Весь день отбиваем атаку Жара невыносимая, хочется пить Воды нет ни капельки Твой портрет лежит у меня на коленях Я смотрю на него На твои голубые глаза И мне становится легче Ты со мной Мне хочется с тобой говорить много-много Откровенно, как раньше Хорошо умирать, когда знаешь, что там далеко Есть близкий тебе человек Он помнит обо мне Думает Любит Сквозь пробоины танка я вижу улицу Зелёные деревья Цветы в саду яркие-яркие У вас, оставшихся в живых, после войны Жизнь будет такая же яркая Красочная, как эти цветы И счастливая За неё умереть не страшно Ты не плачь На могилу мою ты, наверное, не придёшь Да и будет ли она Могила-то В Монюхе СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В одном из предшествующих писем я хотел написать тебе о том, следует ли плакать, находясь в разлуке. Теоретически рассуждая, нет. Практически это, вероятно, не всегда получается. По непрожитой жизни нельзя тосковать, не следует убиваться. Ты, милая, пытайся жить не только будущей жизнью, но и настоящей. И в жизни, как бы она трудна ни была, нужно видеть хорошее, находить в ней светлые моменты. А они есть, их нужно видеть. Если же их мало, организовывать. Вот и у нас. Безумолку бьет артиллерия, своя и немецкая. В блиндажах от сотрясения тухнет свет, а мы в это время слушаем патефон. У ребят есть свои. Я читаю стихи и думаю о тебе, моя милая. С Наташей обо мне говори. Только говори спокойно, и она плакать не будет. Читай Наташи про деда Мазая и Зайцев. Она, вероятно, помнит, как я читал ей эти стихи в Ленинграде. С Наташи про деда Мазая. С Наташи про деда Мазая. С Наташи про деда Мазая. Сказали лучи прожать дорог, Мимо распроехала пожарная машина, Закрывай глаза, не спискай из сладких снов. Ветер в лесу на земле, Ветер в лесу на земле, У меня же дом в poser. Ветер в лесу, тяжелая пиранинма, Сомнено в больших листах в плане оков TB2. Вальс – это такая блокадная колыбельная, причем это колыбельная для матери, что если время назад течет, то ваши родители становятся вашими детьми. Субтитры создавал DimaTorzok В прошлом году мне захотелось показать своим детям то, через что прошли мои бабушки и дедушки, которые всю блокаду были здесь, воевали, работали. И я начал совмещать с современным видом фотографии блокадных времен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, мой дорогой папочка! Шлю тебе свой горячий привет! Папочка, ты бы знал, как я хочу кушать! Папа, ты бы знал, как я опух! Все лицо заплывшее, даже глаз не видать! Папа, мы так хотим кушать, что мама на рынке купит клею и сварит из него студень. И мы с мамой едим его с удовольствием! Субтитры создавал DimaTorzok Тёмная январская ночь. Крепкий мороз сковал даже воздух. В коридорах детского сада светится маленькая коптилка. Я дежурю, обхожу спальни. Ребятки спят одеты, на стульях у кровати лежат на готове пальто, шапки, валенки. Выхожу на улицу. Ведь ещё не поздно, только 10 часов, а город спит. Нет, не все спят. Вот скрипит калитка, и две женщины приближаются к крыльцу. Вот деток к вам принесли. Бужу всех взрослых, быстро подбираем для новичков бельё, разворачиваем тряпьё, вытаскиваем детишек. Это жёлтые, иссушенные скелетики. Мы осторожно купаем их в тазу, переодеваем и, попоив кипятком, укладываем около плиты на раскладушках. Накормить их досы-то и нечем, и нельзя. Даже обычная наша пища – слишком большая нагрузка для истощённого детского организма. Начинается осторожная, но упорная борьба за жизнь, которая едва теплится. Самая первая фотография на Невском проспекте, гостиного двора, где мама с дочкой везут по улице мёртвое тело. И это очень сильная фотография. Я нашёл ту же точку, переснял её, и она очень глубоко цепляет. Становится видно, что всё то, через что прошли наши предки, происходило именно здесь, в тех же стенах, в тех же местах, где мы сейчас живём. В 41-м году, в декабре, в один день от голода умирало по 10 тысяч человек. Поэтому такие процессии были совсем не редкость. Это происходило постоянно. Субтитры создавал DimaTorzok Бывает так, что здесь тепло, но это только иногда. Сегодня выпадут снега, сегодня станет льдом вода. Совсем загнулся почтальон под грузом страшных телеграмм. 125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нас было 12 послано на Минское шоссе преградить путь противнику. Особенно танкам. И мы стойко держались. И вот уже нас осталось трое. Коля, Володя и я. Александр. Но враги без пощады лезут. И вот ещё один пал. Володя из Москвы. Но танки всё лезут. Уже на дороге горят 19 машин. Но нас двое. Но мы будем стоять, пока хватит духа. Но не пропустим до подхода своих. И вот я один остался. Ранены в голову и руку. И танки прибавили счёт. Уже 23 машины. Возможно, я умру. Но может, кто найдёт когда-нибудь мою записку и вспомнит героев. Я из Фрунзе. Русский. Родителей нет. До свидания, дорогие друзья. Ваш Александр Виноградов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Вот отшумел праздник. 6 числа сидел я у рации и слушал Москву, товарища Сталина. Долго пришлось ждать начала доклада. И я слушал музыку, песни из Москвы. Когда я закрывал глаза, слушая звон колокольчиков Коминтерна, то вдруг охватывало такое сильное чувство близости этой Москвы, что казалось, стоит только раскрыть глаза, выбежать из дверей, то останется несколько шагов до подъезда дома на Кузнецком. И вот я взбегаю с яростно колотящимся сердцем к дверям и звоню два раза. Чувство это было до того щемяще острым, что я нарочно раскрывал глаза с надеждой, а вдруг это правда? КОНЕЦ КОНЕЦ Но из блиндажа видны только траншеи, выкопанные в чужой польской глине, освещаемые цветными колеблющимися цветами немецких ракет. Да вместо гудков авто и звона трамваев, ухо нетяжелых разрывов, дошмелинный посвист фрицевских пуль, которые он сыплет не скупясь, особенно в эти дни. И я вновь с грустью закрывал глаза, снова поддаваясь очарованию звона московских колокольчиков. КОНЕЦ Пишу тебе из большого города, всемирно известного, если цензура не зачеркнет, Берлина. Сижу со своими ребятами на крыше, наблюдаю и командуя огнем. Вдаль от меня уходит улица под красивым названием «Унтерден Линден». Это означает «под липами». В городе мне, как старому москвичу, воевать нравится больше, чем в траншеях посередь чистого поля. Эх, рассказать мне тебе столько хочется. На днях водрузим знамя победы над этим треклятым городом. Наверное, завтра к вечеру. А ты в Москве слушай салют нашему Жукову. Хотя что я пишу? Ведь когда ты получишь это письмо, этот салют уже будет позади. А как бы мне хотелось, чтобы сегодня, 25 апреля, ты знала, что я сижу на крыше на одной из берлинских улиц и завоевываю салют, что ты будешь слышать в далекой Москве завтра-послезавтра. Ну, всего. Жди все же трех звонков. Мама, на отдыхе я. А поэтому есть время с тобой поговорить. Очень жаль, что разговор наш будет последний. Хорошо бы ты это письмо никогда не получала, а дождалась бы меня. Я напишу его и буду носить на груди. Если убьют, хоть и запоздала, но все же мы с тобой, как раньше, вдвоем потолкуем. Я тебя только прошу о сыне, об Алешке. Ведь у него тогда и отца не будет. Погладь ты его по головке, сказку ему расскажи и за меня поцелуй. Ты не плачь. Я не умер. Я ушел от вас, мама. Как многие ушли, такие же, как я. Ушли мы в борьбе за народ, сметая с земли варварство, рабство. Ушли за будущее светлое не только нашего, но и всех народов земли. Прощайте, Алик и мама. Обоих крепко целую. Ваш Яблочкин Павел Ваш Яблочкин Павел Спасибо! 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 Над землей бушуют травы Облака плывут, как павы А одно вон то, что справа Это я, это я, это я И мне не надо славы Ничего уже не надо Мне и тем, плывущим рядом Нам бы жить, и вся награда Нам бы жить, нам бы жить Нам бы жить, а мы плывем по небу Эта боль не убывает Где же ты, вода живая Ах, зачем война бывает Ах, зачем, ах, зачем Ах, зачем Зачем нас убивают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok